АЛЕСЯ КАЙРЯК 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 НЕЗАПЛАНИРОВАНЫЙ И ПРОТИВОРЯЧИВЫЙ ХАРАКТЕР В ТЕЧЕНИИ ТРЁХ ЛЕТ Одно уголовное дело в 2016 году, другое в 2017 году, а в 2018 и 2019 годах никаких уголовных действий. Оно вызывало интерес только тогда, когда начались определенные общественно-политические события для использования различными заинтересованными группами, включая некоторых прокуроров. Генеральный прокурор добавил, что только в ноябре 2019 года задержанный ныне глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Авиарел Морарь вмешался и распорядился о привлечении к уголовной ответственности группы из 28 прокуроров и 38 сотрудников уголовного преследования и следствия. Антикоррупционная прокуратура рассмотрела отдельный эпизод, нацеленный на отдельных членов ПСРМ. Данное решение было отменено с указанием на то, что уголовное преследование еще не началось, а руководство антикоррупционной прокуратуры возобновило уголовный процесс только под серьезным политическим давлением, которое было оказано средствами массовой информации в ноябре-декабре 2019 года. Александр Стейногло подчеркнул, что Генеральная прокуратура не была причастна к этому уголовному делу, а только проводила проверки в связи с рассмотрением официального обращения председателя ПСРМ Зинаиды Гречаной. Поскольку в деле были выявлены процессуальные нарушения. Ранее отстраненный от должности глава антикоррупционной прокуратуры Виарел Маарарь, на имя которого был выдан ордер на арест сроком на 20 дней, заявил, что его задержание может быть связано именно с расследованием дела о финансировании ПСРМ. Издание Зиарл Дегарде отмечает, что уголовное дело о возможности внешнего финансирования ПСРМ было объединено с делом по факту отмывания денег в особо крупных размерах при участии компании «Эксклюзив Медиа», основателем которой является депутат от партии социалистов Корнелио Фуркулице. Указ об этом был издан в декабре 2019 года временно отстраненным от должности главой антикоррупционной прокуратуры Виарела Маарарь. В этот же период прокурор Виктор Казаку запросил в государственной налоговой службе информацию о пожертвованиях, полученных ПСРМ, а также о нескольких компаниях и лицах, связанных с социалистами, среди которых есть и несколько депутатов. Реакция представителей ПСРМ не заставила себя долго ждать. На своей странице в соцсети депутат Влад Батрынча отметил, что это уголовное дело было открыто 4 года назад для шантажа ПСРМ и возобновил его Виарел Маарарь. По мнению социалиста, журналисты снова подняли эту тему, чтобы представить в образе жертвы бывшего главу прокуратуры по борьбе с коррупцией, который сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу. Будет хорошо, если генеральная прокуратура прольет свет на это дело. Мы, социалисты, больше остальных заинтересованы в том, чтобы этот вопрос был разъяснен окончательно. Напомним, ранее журналисты Райз Молдова раскрыли схему, по которой партия социалистов получала деньги из офшорных зон или от сомнительных лиц. Портал пишет, что ПСРМ, заключив тайную сделку с офшорной компанией на Багамах, получила более 30 миллионов леев от спонсоров. Деньги поступили в Молдову за несколько месяцев до начала президентской избирательной кампании 2014 года. Лучший способ защиты – это нападение, к чему и прибегли социалисты. ПСРМ обвинили во всем акумовцев. Мол, перейдя в оппозицию, те переняли методы режима экс-лидера демократической партии Владимира Плохотнюка и шантажируют ПСРМ уголовным делом о незаконном финансировании. По словам Влада Батренча, социалисты даже намерены подать жалобу в правоохранительные органы с требованием изучить основания, на которых было открыто это уголовное дело, и привлечь виновных к ответственности. Между тем, массовое прозрение вчерашних партнеров Игоря Дадона, понедолго правившей левой правой коалиции, продолжается. От политической литургии и очарования, утраченной властью, очнулась и платформа «Да» во главе с Андреем Нестаси. Политический совет политформирования выразил озабоченность возможностью, цитирую, повторного захвата государства. На этот раз Дадоном. Мол, и СМИ в его руках, и финансы, и силовые структуры. Все это так, но вот вопрос. Почему проблемы, связанные с серым финансированием ПСРМ и гиперконцентрацией средств массовой пропаганды в руках партии социалистов, нисколько не интересовали платформу «Да» и ее лидера в те времена, когда Андрей Нестаси героически боролся с преступностью путем установки в здании МВД «Креста». Теперь он, видимо, также героически готов бороться с Дадоном. На этой неделе Анастаси, вооружившись петицией, под которой подписались около 2000 человек, обратился в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту незаконного обогащения президента и выяснить, на какие средства он вместе с семьей совершает дорогостоящие вояжи. Однако Александр Стояногла заявил, что Генеральная прокуратура не будет проверять, откуда поступают деньги Игорю Дадону. По словам главы ведомства, заниматься этим должно Национальное агентство по неподкупности. К слову, как раз туда свое обращение 22 января направил коллега Нестаси по партии Александр Слусарь. У учреждения есть 15 дней для официального ответа. Что ж, подождем. Решить, превысили или нет расходы на отдых бюджетника Игоря Дадона и его доходы, предстоит Национальному органу по неподкупности. По словам эксперта в области конституционного права Теокернац, именно это ведомство ответственно за детальную проверку запроса, который был подан 22 января вице-председателем ППДП Александром Слусарь. Национальный орган по неподкупности проверит указанное в декларации президента Молдовы имущества, а также доходы главы государства. Что касается моих расходов, они никогда не превышали доходов. Национальный орган по неподкупности займется этим в ближайшие две недели. Инспектору нашего ведомства предстоит ознакомиться с запросом, проанализировать всю появившуюся в медийном пространстве информацию, а также изучить расходы и то, как они соотносятся с доходами. Если у него появится обоснованное подозрение, будет принято решение, начинать или нет проверку. Я заверяю вас, что появившуюся в СМИ информацию Национальный центр по неподкупности рассмотрит объективно, законно и прозрачно. Если обнаружатся существенные расхождения между расходами и доходами, то они могут обратиться в Генеральную прокуратуру, чтобы прокуроры возбудили уголовное дело по статье «Незаконное обогащение». Что касается запроса с требованием завести уголовное дело на президента Игоря Додона, поданного в Генпрокуратуру лидером ППДП Андрея Анастаси, то в соответствии с законом его тоже должны передать на рассмотрение Национальный орган по неподкупности. Если обратиться напрямую в Генпрокуратуру с требованием начать уголовное преследование за незаконное обогащение, как это сделал Андрей Анастаси, то прокуроры должны запросить у специализированного ведомства, какими является Национальный орган по неподкупности, данные по проверке информации о доходах и об имуществе. Напомним, лидер ППДП Андрей Анастаси подал запрос, в котором потребовал от Генпрокурора начать уголовное расследование в отношении президента Игоря Додона по статьям «Коррупция и незаконное обогащение». В свою очередь глава Генпрокуратуры Александр Стояногл заявил, что этим должен заниматься Национальный орган по неподкупности. В то же время вице-председатель ППДП Александр Слуцарь направил в Национальный орган по неподкупности и налоговую службу запрос с требованием проверить расходы на услуги туристических компаний и сравнить их с данными, указанными в декларации о доходах с момента вступления Игоря Додона в должность президента. Некоторым политикам скучно в оппозиции, они придумывают различные поводы, чтобы появиться в средствах массовой информации. Так прокомментировала нашему телеканалу действия представителей ППДП глава пресс-службы администрации президента Кармена Стерпу. Игорь Додон, чьи счета за последние 15 лет официально пополнялись только из государственного бюджета, не единожды позволял себе отдых класса люкс. Издание «Зиарол Дигарда» опубликовало информацию и фотографии о серии роскошных отпусков, проведенных семьей Игоря Додона за последние десятилетия. СМИ утверждает, что президент останавливался в дорогих отелях на Мальдивах, Сейшелах и в Дубае. Глава государства отказался ответить, во сколько ему обошлись каникулы и откуда у него средства на такой отдых. Это вызвало негодование и возмущение в обществе, поскольку некоторые наши соотечественники не могут даже мечтать о таких поездках. Зато Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела сразу против нескольких прокуроров. Об этом, не называя имен, сообщил генпрокурор Александр Стояногла после заседания Высшего совета прокуроров 23 января. Адвокат Вячеслава Платона утверждает, что речь идет в том числе о прокурорах Андрея Баеша и Андриане Бацешор. Стояногла это подтвердил. Все подробности он пообещал обнародовать на следующей неделе. Из того, что известно сейчас, причиной для инициирования расследования стала жалоба осужденного Платона. По словам адвоката Иона Крецу, который представляет интересы осужденного бизнесмена Вячеслава Платона, уголовное преследование Адрианы Бацешор и Андрея Баешу началось после того, как сам Крецу и еще несколько его коллег-адвокатов подали на прокуроров жалобы. Ион Крецу рассказал, что первая жалоба была подана 13 ноября прошлого года на имя бывшего исполняющего обязанности генпрокурора Думитру Робу. Однако после того, как в течение месяца не было проведено никакого расследования, адвокаты снова обратились в генпрокуратуру уже к новому руководителю ведомства Александру Стоиногло. Мы связались с пресс-секретарем генеральной прокуратуры Марии Виеру, которая рассказала нам, что в начале этого года Александр Стоиногло действительно возбудил уголовное дело по обвинению во вмешательство в расследование банковского мошенничества, а также других преступлений. В деле фигурируют некоторые люди, принимавшие тогда решения, и некоторые сотрудники прокуратуры по борьбе с коррупцией. В то же время Мария Виеру подчеркнула, что личные данные подозреваемых не раскрываются, поскольку это может повлиять на процессуальные права участников дела. Мы пообщались с Адрианой Батсишор, которая сказала, что не знает ничего о существовании уголовного дела и не намерена комментировать заявление адвоката Иона Крецу. Я понятия не имею, о чем говорит Ион Крецу, и я действительно не хочу комментировать эти заявления, сделанные публично. Очевидно, он преследует скрытые цели. Я не знаю ни о каком уголовном деле, и мне действительно нечего комментировать. Адриана Батсишор стала объектом общественного внимания после того, как расследовала дело о банковском хищении, а также вела дела бывшего премьер-министра Влада Филата. Андрей Баешу – прокурор, который представлял государственное обвинение в деле Вячеслава Платона. И еще одно уголовное дело, о котором также стало известно на этой неделе, возбуждено против депутата-демократа Сергея Сырбу. В этой истории тоже пока нет подробностей. О них не знает даже сам народный избранник, по его признанию. Что же до самого Вячеслава Платона, вполне возможно, что он, так же, как и его некогда закадычный партнер Влад Филат, окажется на свободе гораздо раньше, чем ему предписывает судебный приговор. И даже мотив тот же. Ну а чего мудрствовать расработает? Невыносимые условия содержания в пенитенциарном учреждении номер 13. Есть информация, что адвокаты Платона подали в суд столичного сектора ЧК на ходатайство о сокращении срока содержания под стражей на 565 дней или более чем полтора года. И якобы суд это ходатайство удовлетворил. Платон, находясь за решеткой, каждый свой шаг старался делать максимально публичным, превращая любое свое появление перед телекамерами в яркое шоу с политическим подтекстом. Однако эта операция была произведена в условиях строжайшей секретности. Нам до сих пор не подтвердили, правда ли суд вынес такое решение. Достоверно известно лишь то, что молдавская сторона не намерена экстрадировать Платона в Украину. Как сообщил частный телеканал Публика ТВ в своей петиции в суд, защитники заключенного пожаловались на условия содержания под стражей в 13-й тюрьме, а также на то, что бизнесмена не освободили из-под стражи и не передали в Украину, как-то его потребовал месяц назад генеральный прокурор Киева. Наши корреспонденты попытались получить подтверждение информации о сокращении срока. Однако один из адвокатов Вячеслава Платона, Ион Крецу, сообщил, что пока сам его не получил и подробностями на данный момент не располагает. Другой защитник бизнесмена Эдуард Руденко на наш звонок не ответил. Тем временем, несмотря на отсутствие заключения Венецианской комиссии, в стране уже, по сути, начала реализовываться новая версия реформы юстиции. Последние лет 10 такое ощущение, что это какой-то бесконечный процесс. Мы все время слышим о борьбе с коррупцией, деполитизацией, независимости системы правосудия. А на деле все заканчивается лишь ее переподчинением. Что, очевидно, мы сейчас также наблюдаем. Вдруг понадобилось даже конституцию менять. А все для того, чтобы подладить юстицию под конкретного человека, Игоря Дадона. Поскольку предложенные правительством поправки предполагают, что у судей будут назначать не парламент, а президент. Любому непредвзятому эксперту понятно, что передача прерогатива назначения судей в одни руки сделает процесс их назначения менее транспарентным, менее объективным и более зависимым от частного мнения и частных интересов главы государства. В документе также предлагается изменить способ назначения судей и регламентировать деятельность Высшего совета магистратур. Согласно документу, президент сможет отклонить кандидатуру судей, которую ему предлагает Высший совет магистратуры, только один раз. Поправки также предполагают, что судей больше не будут назначать на должность с пятилетним испытательным сроком, а сразу до достижения ими пенсионного возраста. Другая поправка касается судей Высшей судебной палаты, которых также, как и их коллег из первичных инстанций и апелляционных палат, окончательно будет утверждать в должности президент. Кроме того, согласно новым поправкам, половину членов Высшего совета магистратуры должны составлять судьи. Срок их мандата будет длиться 6 лет. Также предлагается, чтобы состав ВСМ не входили генеральный прокурор, министр юстиции и председатель Высшей судебной палаты. Важная поправка касается и неприкосновенности судей. Авторы проекта предлагают, что у них должен быть только функциональный иммунитет. Это подразумевает, что неприкосновенность судей работает, только если против них хотят открыть уголовное дело за принятые ими решения. До того, как документ будет вынесен на голосование в парламенте, проект должны одобрить по меньшей мере четверо судей Конституционного суда. На этой неделе глава государства побывал с визитом в Израиле. Цель более чем благородная – участие во Всемирном форуме памяти Холокоста. Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения нацистского концлагеря от Свенцим советскими войсками 23 января 1945 года. Рассказывая в своем видеообращении в соцсетях о визите, Игорь Дадон напомнил о многомиллионных жертвах Колокоста, а также о том, что от этого преступного исторического феномена пострадала и Молдова. Однако в самом Израиле истинную цену декларации нашего президента, видимо, давно уже знает. Что-то никто не видит в Молдове каких-то реальных действий по борьбе с пропагандой фашизма и антисемитизма. Приведем лишь один из примеров. При президенте Дадоне и его ставленнике в Кишиневской мэрии в столице никто даже не пытается поменять название улицы, носящей имя одного из идеологов румынского фашизма. Видимо, в том числе и на это Дадону недвусмысленно намекнули в Израиле, настоятельно попросив его улучшить работу правоохранительных органов страны во всем, что касается расследования антисемитских инцидентов и привлечения виновных к уголовной ответственности, а также законодательно закрепить уголовное наказание за отрицание Холокоста и пропаганду фашизма. К слову, в форуме принимали участие делегации из нескольких десятков стран. Игорь Дадон постарался хоть с мимолетом, но пообщаться с лидерами едва ли не каждый из них, но и поделиться фото с этого знаменательного события у себя в соцсетях, что уже традиционно вызвало критику интернет-сообщества. Один из пользователей даже спросил президента, намекнув на его любовь к селфи о возможном совместном снимке с Илоном Шором. На что Дадон ответил, что такое возможно лишь в случае эскортирования его домой, в суд. Вполне ожидаемо на это отреагировал сам Илон Шор. Мы попытались связаться с пресс-секретарем президента, чтобы получить комментарий по поводу заявлений Илона Шора, однако Кармана Стерпу не ответила на наши телефонные звонки и письменные обращения. Ответ Илона Шора на заявление президента не заставил себя долго ждать. В своем сообщении в социальной сети депутат дал понять, что вместо демонстрации своего сомнительного остроумия, президент должен бы использовать поездку в Израиль для изучения опыта этой страны в развитии экономики и социальной сферы. Не будем намекать на странную тягу Дадона к оказанию эскорт-услуг. По крайней мере, я в эскорт-услугах этого короля-селфи не нуждаюсь. Обидно другое, что поездка в государство Израиль, правильное название которого Игорь Николаевич смог осилить лишь с пятой попытки, не стало для него поводом глубоко задуматься. Илон Шор в своем обращении предлагает Игорю Дадону задуматься, например, о том, почему Израиль – страна с практически такой же территорией и населением, как Молдова, обладая при этом даже меньшими природными ресурсами, за последние десятилетия показывает динамичное развитие, в то время как сказать аналогичного о Молдове нельзя. А Молдова, где Дадоны, такие как он, десятилетиями пересаживающиеся из одних кресел начальников в другие, деградирует и беднеет. При этом личное благосостояние Игоря Николаевича развивается, наверное, даже быстрее экономики Израиля. Почему в Израиле, возможно, и проводятся громкие, но справедливые судебные процессы с привлечением государственных руководителей самого высокого ранга. А Дадон, публично признававшийся в незаконном финансировании своей партии, совершенно не боится молдавской юстиции или неудобных вопросов от правоохранительных органов. Потому что такую Молдову последние годы строил Дадон. С разоренной экономикой и несправедливой юстицией, отметил в своем посте Илон Шор. Государство Израиль, созданное в 1948 году, сегодня одно из самых развитых в экономическом, социальном и технологическом плане. Страна демонстрирует особенно быстрый рост показателей в последние несколько десятилетий. Сопоставимая по территории с Израилем Молдова за этот же период показала лишь негативные тенденции во всех сферах, включая демографические показатели. Игорь Дадон в эти дни посетил Израиль, где принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине освобождения от нацистов лагеря смерти Освенцим. Совершенно внезапно центром политической жизни страны стали Ханчешты. Небольшой городок в 30 километрах от Кишинева, известный тем, что именно здесь родился легендарный Гайдук и командарм Красной Армии Григорий Котовский. До выборов в парламент Молдовы по Ханчешскому округу вызвали огромный ажиотаж. Депутатский мандат стал вакантным после того, как бывший примар Ханчешт Александр Ботнарь сложил депутатские полномочия, решив остаться городским головой. И тут хлынули желающие побыть депутатом. Здесь и Дарин Киртуаке, которого выдвинул блок пяти унионистских партий Унирия, и их естественный противник на унионистском поле – партия национального единства с кандидатом Владом Цуркану. Здесь и демократы, которые долго держали районы, по административной логике, выдвинули бывшего главу Ханчештского территориального отделения госканцелярии Ионы Мириуце. Здесь и партия социалистов, кандидатом которой стал врач и предприниматель, бывший директор Кишиневского института матери и ребенка Штефан Гацкан. В этом же списке представитель ЛДПМ, уроженец этого района, юрист Анатолий Посталаки. Интереснее ситуация сложилась с выдвиженцами АКУМ. Партия Майя Санду пробивает мандат для экс-министра юстиции Алиси Стемати, а партия Андрея Анастасия делегировала Михая Друцца. Однако тот вдруг объявил, что участвовать в выборах не будет, с аргументом, что пойдет на это лишь при поддержке всего блока. Но его представители уже в открытую признают – объединения не существует как такового. Другого кандидата платформа «Да» решила не выдвигать, при этом снова обратившись к правым партиям с призывом выступить с единым кандидатом. Но где же его взять, когда единства нет, и в парламент хочется каждому? В общем, в ближайшие месяцы в Ханчештах скучно не будет. Об одном из кандидатов на этих выборах хотелось бы сказать особо – Виталий Болинский, представляющий партию ШОР. Его программа проста и понятна. В случае избрания он будет способствовать радикальному преображению всех населенных пунктов, входящих в округ – дороги, освещение, социальные магазины и аптеки, капитальный ремонт социальных учреждений, материнский капитал, богатая культурная жизнь. Все это уже происходит в населенных пунктах двух аргеевских округов, по которым были избраны кандидаты от партии ШОР. Илон ШОР отметил, что политформирование, которым он руководит, уже добившись немалых успехов и доказав всем, что народ Молдовы может жить в улучшенных и комфортных условиях, не намерена останавливаться на достигнутом. Проекты, которые уже успешно работают в Аргеевском районе, внедряются и в тех населенных пунктах, где представители политической партии ШОР одержали победу на парламентских и местных выборах в прошлом году. За достаточно короткие сроки депутаты парламента и примара от политформирования сумели доказать, что политическая партия ШОР единственная в Молдове выполняет обещания, данные избирателям перед выборами. Кандидат в депутаты парламента по округу номер 38 Виталий Болинский один из самых активных представителей политформирования, который внес свою лепту в реализацию всех проектов, успешно запущенных политической партией ШОР. Дорогие друзья, мы приняли решение участвовать, потому что мы не просто потому, что мы серьезный политический игрок, а потому что мы знаем, что у людей есть вера и надежда к тому, что мы придем и поменяем жизнь к лучшему. У нас сильный кандидат, опытный кандидат. Человек является вице-председателем политической партии ШОР. Этот человек непосредственно участвовал во всех проектах развития муниципи Археев. Этот человек знает детально и досконально каждый проект, который мы сделали. Этот человек является, главное, на мой взгляд, порядочным и ответственным человеком. В свою очередь, Виталий Болинский отметил, что не понаслышке знаком с проблемами жителей Хэнчешты, готов их решать по примеру Аргеева. Я готов стать личным депутатом для каждого жителя 38-го округа Хэнчешты. Я готов взять на себя полную ответственность за свои действия и действия моей команды. Председатель политической партии ШОР и депутат Илон ШОР заверил всех, что политформирование намерено применять успешный опыт Аргеева и других населенных пунктов, и в Хэнчештах в случае победы кандидата от партии. Точно так же, как мы сегодня строим в Аргееве Монако, и это будет лучший наш Монако, точно так же, как сегодня мы в Тараклии начинаем строить маленькую Ниццу, которую я обещал, я сделаю из этого округа настоящий Страсбург. Выборы депутата парламента по одномандатному округу номер 38 Хэнчешт пройдут 15 марта 2020 года. Такое решение было принято Центризбиркомом Молдовы после того, как демократ Александру Ботнарь отказался от мандата. Своих кандидатов уже представили Партия Национального Единства и Партия Действия и Солидарность. ЦИК уже зарегистрировал Влада Суркану от ПНЕ, кандидатом от ПДС стала экс-министр юстиции Олеся Стамати. Тема договора о концессии Кишиневского аэропорта и возможности его расторжения вновь оказались в центре внимания. Вопрос даже обсуждался на заседании Совета безопасности. По его итогам Игорь Дадон объявил о трех причинах, которые, по его мнению, позволяют расторгнуть соглашение. Первое – нарушение при заключении договора. Второе – невыполнение обязательств инвестора. Третье – наличие так называемой наценки на модернизацию, с которой якобы и оплачивались все изменения в аэропорту. Это имеется в виду аэропортский сбор, какие бывают во всех аэровокзалах. Дадон собирает по этому поводу Совет безопасности не впервые. Такое ощущение, что Молдове больше никто и ничто не угрожает, кроме как аэропорт, который за время концессии превратился в один из наиболее современных, красивых, удобных и динамично развивающихся воздушных гаваней в регионе. Не первый день говорят о том, что у Дадона есть на примете свой зарубежный инвестор, который хотел бы заполучить международный Кишиневский аэропорт. Тем более, что делать в нем ничего особенно уже не надо. Все практически сделано. Впрочем, никаких оргвыводов. Расторгать договор концессии государство не берется. Видимо, понимает, что это дело бесперспективное, что оно увязнет в международных судах, которые для Молдовы заранее можно считать проигранными. Можно ли расценивать проведение бесконечных совбезов формой давления на инвестора, создание для него невыносимых условий для нормальной работы, для реализации грандиозных планов по развитию Кишиневского аэропорта? Вопрос даже не риторический. Всем все понятно. После заседания Высшего совета безопасности президент Игорь Дадон заявил, что существует три основания для расторжения договора о сдаче Кишиневского аэропорта в концессию. Первый договор не был подписан на первом этапе в соответствии с требованиями закона. Процедуры были нарушены в момент выбора инвестора и конкуренция не была прозрачной. Второе – инвестиционные обязательства не выполнены. Третье – давайте обозначим предпочтения инвестора. Это монополия и 9 евро. Мы связались с представителями Авиаинвест, которые заявили, что компания уже не раз отвечала на подобные обвинения и позиция остается прежней. Все условия концессионного договора инвесторам соблюдаются. Напомним, по данным Агентства публичной собственности, компания Авиаинвест инвестировала в Кишиневский международный аэропорт до 1 января 2018 года. Более 77 миллионов евро. Воздушная гавань полностью обновлена. Расширен терминал, модернизированы взлетно-посадочная полоса и система освещения. Построена многоуровневая парковка. Залы ожиданий оснащены современной мебелью. Оборудованы специальные места для людей с ограниченными возможностями. Кишиневский аэропорт был номинирован на премию «Лучший аэропорт Европы» – одной из самых престижных наград гражданской авиации в мире. В декабре 2019 года главным акционером компании Авиаинвест, которая управляет аэропортом, стал российский бизнесмен и миллиардер Андрей Гончаренко. Новый инвестор уже заявил о намерении вложить в модернизацию аэропорта 200 миллионов евро, чтобы добиться максимальной степени комфорта для пассажиров. Авиаинвест также представила эскиз нового терминала аэропорта, строительство которого вскоре начнется. Новое здание площадью более 55 тысяч квадратных метров сможет обслуживать более 4 миллионов пассажиров ежегодно. Оно будет оснащено дополнительным освещением и видеонаблюдением. Его строительство создаст в Молдове тысячи новых рабочих мест. Дешевый пиар, как обычно. Так оценила активность Дадуна вокруг Кишиневского аэропорта экс-министра юстиции Олеси Стемати. Есть за что расторгать договор концессии? Так расторгается и дело с концом. Правда, по словам Стемати, для начала нужно доказать, что с передачей аэропорта в концессию что-то не так. Причем Стемати ведь говорит об этом не как политик, а как юрист. Так вот, как юрист она почему-то не обнаружила в этих трех причинах, озвученных Дадоном на заседании Совета Безопасности, юридически обоснованных аргументов. Мы пытались дозвониться пресс-секретарю президента Кармини Стерпу для комментария заявления Стемати, но на наши телефонные звонки никто не ответил. Олеси Стемати считает, что ни одно из трех решений, предложенных Игорем Дадоном, не является жизнеспособным, поскольку в конечном итоге государству придется возмещать ущерб концессионерам. Экс-министр перечислила сценарий расторжения договора, предоставленный главой государства, и дала пояснение. Комментируя слова Игоря Дадона о том, что договор должен быть расторгнут, поскольку он не был заключен в интересах государства, Олеси Стемати отмечает, что расторжение возможно только по соглашению обеих сторон, но инвестор будет добиваться компенсации, что для Молдовы невыгодно. Говоря о втором сценарии президента, по которому аэропорт больше не должен находиться в концессии, так как инвестор не выполнил своих обязательств, Олеси Стемати подчеркивает, что документ предусматривает процедуру уведомления инвестора, после чего у него есть достаточно времени для устранения недостатков. По мнению бывшего министра юстиции, консессионер не откажется от такого контракта так просто и будет инвестировать столько, сколько предусмотрено в документе. Что касается отмены аэропортного сбора в размере 9 евро, предусмотренного в контракте, Стемати считает, что это возможно только с согласия инвестора. Очевидно, что он не согласится, и мы снова вернемся к серьезным убыткам, которые придется оплатить или к делу в международном арбитраже, которое обойдется нам в десятки или сотни миллионов, отметила Стемати. Олеся Стемати заключила, что у Игоря Дадона не осталось других решений, как только придумывать, манипулировать и дезинформировать людей. Недолгая номерная война между левым и правым берегами Днестра. Кишинев запретил въезжать на контролируемую территорию автомобилем с приднестровскими знаками. Тирасполь ответил симметрично, запретив молдавским машинам въезжать на территорию Приднестровья. При этом Кишинев еще и сослался на Украину, которая якобы намерена запретить приднестровским автомобилем въезжать на свою территорию с 1 апреля. Но сел в лужу. Посольство Украины опровергло эту информацию молдавского правительства. И это довольно неловко и стыдно. Закончилось тем, что Игорь Дадон позвонил Вадиму Красносельскому и вопрос урегулировал, подставив тем самым собственное правительство в еще более неловкое и стыдное положение. Кому и зачем был нужен конфликт на голом месте, остается загадкой. Официально все объяснили тестовым режимом. Бюро по реинтеграции заявляет, что информация, собранная в течение последних 10 дней, будет проанализирована с точки зрения спроса на поездки в Украину и регистрации нейтральных номеров для автомобилей, зарегистрированных в Приднестровском регионе. На основе анализа будут приняты решения, которые впоследствии обнародуют. Пограничная полиция Молдовы, комментируя ограничение пересекать молдо-украинскую границу для автомобилей, зарегистрированных на левом берегу Днестра, также отметила, что меры были временными и направленными на сбор необходимой информации. После того, как Тирасполь объявил, что в ответ на эту недружественную меру он будет запрещать автомобилям с молдавскими номерами пересекать так называемые контрольно-пропускные пункты на Приднестровском участке границы с Украиной, заместитель премьер-министра по реинтеграции Александр Фленке заявил, что действия со стороны Молдовы были временными, носили проверочный характер и с нынешнего понедельника уже отменены. Премьер Молдовы Ион Кику пояснил, что ответственные государственные органы решили применить этот механизм в тестовом режиме после того, как Украина проинформировала власти Молдовы о том, что с 1 апреля 2020 года автомобили с регистрационными номерами левого берега Днестра больше не будут допускаться на территорию страны. Однако, несмотря на то, что непонятно зачем созданная проблема была успешно урегулирована, официальный Тирасполь в лице МИД непризнанной республики успел высказать в адрес кишиневских властей совсем нелицеприятные заявления. Действия у Молдовы были названы циничными и нарушающими договоренность о взаимном признании документов. Более того, МИД Приднестровья фактически обвинил официальный Кишинев в желании заработать на больном для людей вопросе. Как отметили в ведомстве, если молдавские права получат около 100 тысяч автомобилистов, зарегистрированных в Приднестровье, бюджет Молдовы пополнится на сумму порядка 6 миллионов долларов. Аналогично обстоит дело и с номерными нейтральными знаками, выдаваемыми молдавским уполномоченным органом. Во внешнеполитическом ведомстве Левобережья подчеркивают, что таким образом, помимо политических дивидендов, направленных на принудительное включение приднестровских жителей в свое правовое поле, у Кишинева есть и прямые финансовые интересы. Любопытно, а какой все-таки интерес следует искать в истории с дорогостоящими гаджетами для депутатов? На этой неделе Молдавское интернет-сообщество буквально переполняли гневные посты о своеобразном «Пире во время чумы», что устраивают себе народные избранники. Напомним, парламент намеревается закупить 110 планшетов по цене 1000 евро за штуку. Это без малого 2,5 миллиона леев. Правая оппозиция возмущается и даже отказывается принимать новые гаджеты. Впрочем, правым уже напомнили, что в тот краткий период, когда они были у власти, парламент выделил еще большую сумму на закупку дорогих автомобилей. Планшеты действительно невероятно крутые, так что нашим народным избранникам будет значительно удобнее лазить во время пленарных заседаний по развлекательным сайтам и гонять на танках. Мы попытались разобраться, кому и зачем понадобили столь навороченные гаджеты, можно ли было обойтись чем-то подешевле, и на что еще можно было бы потратить эту немаленькую сумму бюджетных, а значит наших с вами денег. Экран от 10 до 13 дюймов, разрешение Full HD, операционная система Windows 10 Pro, встроенная память 128 гигабайт и прочие параметры. Очередная реклама современного гаджета, подумаете вы и будете неправы. Это запрос начинки планшетов для депутатов. Устройства, необходимы для внедрения системы электронного голосования. Так в парламенте оправдывают средства, которые необходимы на закупку гаджетов. Нажатие сенсорных кнопок обойдется в 2 миллиона 299 тысяч 999 леев. Но стоп! Высокое разрешение изображения, новейшая операционка с кучей возможностей, включая голосовую помощницу. Такую технику чаще всего покупают профессиональные дизайнеры. Словом, те, кому необходимо видео высокого разрешения. Такие параметры любят люди, которые занимаются графическим дизайном. Та же видеообработка, фотографии, опять же, с музыкой многие тоже занимаются через планшет. Удобно просто. Потому что многие, кто занимается обработкой фотографий, берут такие планшеты для памяти, да, много. Очень много фотографий проводят. И Full HD разрешение экрана нам нужно для качества изображения. Вдобавок парламентарии выбрали недешевую операционную систему, самую новую. Цена Windows 10 Pro превышает 3,5 тысячи леев. Правда, госструктуры во всем мире наоборот. Стараются уйти от использования продуктов Microsoft и переходят на бесплатные операционные системы. На этом, кстати, парламент смог бы хорошо сэкономить около 390 тысяч леев. Цифра хоть и приблизительная, но не маленькая. Но так ли это все необходимо нашим депутатам? За пару дней новость о закупке планшетов с суперсистемой для парламентариев облетела информационное пространство. Мы решили поинтересоваться мнением жителей Молдовы. Что думают люди о таких затратах народных избранников? Вы знаете, у нас так много проблем в стране. Лучше бы помогли пенсионерам, детям бы помогли. Лучше в школах сделали хорошие классы, хорошие доски. Можно компьютеры для детей. Это им расти, им развиваться. Могут и руками проголосовать. Я считаю, что это не нужно. Есть достаточно проблем. Достаточно, куда можно деньги вложить. Я думаю, что на образование лучше, на медицину. Они и так обеспечены эти депутаты. Я думаю, что люди живут очень бедно. Они вот на эту ерунду все тратят деньги. Напомним, официально главный мотив покупки именно такой техники введения электронного голосования для депутатов. Большая часть работы над внедрением системы по информации Пресс-службы парламента закончена. Впереди предварительное тестирование, для которого и нужны планшеты за миллионы. Чтобы оцифровать все процессы и работу законодательного органа, добавили в парламенте. И вправду, куда в 21 веке без современных устройств? Однако, как часто необходимо их обновлять? В прошлом созыве парламента компьютеры депутатов уже были заменены на более современные. Но даже если зачем-то решили приобрести новые, специалисты считают, всегда есть варианты экономнее, причем в такой же комплектации. Если приблизительно планшет будет стоить 15 тысяч, приблизительно скажем так 15 тысяч, ноутбук будет стоить максимально 10-11 тысяч, а стационарный еще на 2 тысячи дешевле. И немного математики. Стоимость одного планшета из 110 необходимых парламентариев примерно 21 тысяча леев. Эта сумма равная 11-месячному размеру пенсии, если брать в расчет ее средний показатель 1901 лей. Если же сравнивать стоимость одного гаджета с пособием по уходу 1759 лей получается целый год. Для справки в 2018 году в законодательном органе заявили, что система электронного парламента будет внедрена в Молдове до середины 2019 года. На дворе конец января 2020. Тарифы на проезд маршрутных такси в Кишиневе повышаться не будут. По крайней мере в этом кишиневцев заверяет генпримар. По его словам сначала необходимо эти самые маршрутки привести в порядок. Перевозчики утверждают, что для этого им нужно зарабатывать больше. Сейчас, мол, они работают в убыток. Об этом мы с вами слышим уже много лет, но ведь они продолжают работать, а значит какая-то выгода все-таки есть. А вот то, что их так плохо контролируют, вызывает вопросы. Ведь кто-то же выдает разрешение на использование старых и неприспособленных для пассажирских перевозок автобусов. Кто-то позволяет наполнять транспорт таким числом людей, что они разве что из форточек не вываливаются. Ведь это все на виду. Было бы желание навести порядок. Ну а пока этого не происходит и все ограничивается громкими декларациями, на маршруты продолжают выходить микроавтобусы, ездить в которых не только некомфортно, но и небезопасно. Наш следующий сюжет яркая тому иллюстрация. Накануне в главном городе страны на линию вышел микроавтобус со сломанным сидением. Снимки и видео снял один из пассажиров и отправил на электронный адрес нашего телеканала. Представители правоохранительных органов утверждают, что неисправный транспорт не должен выезжать на маршрут и водитель может быть оштрафован. Переполненный микроавтобус, да еще и с поломками в салоне. Поскольку у данного сидения нет спинки, сидящей на нем женщине приходится крепко держаться за пассажирское кресло, расположенное перед ней, чтобы не упасть. Ранее другие пассажиры не рискнули сесть на это место. Данные фото, которые наш телеканал получил от телезрителя, были сделаны в микроавтобусе 121 маршрута, курсирующего по Кишиневу. При этом водителя, похоже, совсем не беспокоит тот факт, что он ставит под угрозу безопасность пассажиров. Почему вы ездите без нормального сидения? Сидение неисправно. Если он сломался, что мне делать? А кто позволил вам так ехать? Я позволил себе. Наш корреспондент связался с администратором 121 столичного маршрута Фримом Нуцу, который заявил, что когда водитель выходил на работу, сидение было в порядке. Впоследствии его повредил один из пассажиров микроавтобуса. Один из пассажиров крупного телосложения во время поездки всем весом откинулся на сидение и в результате сломал спинку. Водитель был вынужден доехать до... Водитель был вынужден доехать до конца маршрута со сломанным сидением, а уже затем он его отремонтировал, заварил и поставил на место, как должно было быть. Глава столичного управления транспорта Адриан Балдуревску не ответил на наш звонок, чтобы прокомментировать эту ситуацию. В то же время сотрудник пресс-службы столичной полиции сообщил о нам, что водитель данного микроавтобуса может быть оштрафован, если поступит жалоба от пассажиров. Согласно действующему законодательству, ему может грозить штраф в размере от 150 до 300 лев. В то же время ответственное лицо, к примеру, механик, который знал о неисправности и позволил водителю выйти с поломкой на маршрут, может быть оштрафован на сумму от 3 до 4,5 тысячи лев. Ситуация не лучшая на других маршрутах столицы. Старые, ржавые, со сломанными сидениями или другими явными дефектами, как показывает практика, таково большинство кишиневских микроавтобусов. Они все старые, самому новому микроавтобусу 15 лет. Сколько лет микроавтобуса, на котором вы ездите? Какого он года? 2004-го. У вас есть хотя бы одно сломанное сидение? Да, есть. Водители пожимают плечами и говорят, что они не в состоянии инвестировать в микроавтобусы, поскольку у них попросту на это нет денег. Многие сетуют, что несут убытки из-за низких цен на поездки, а также потому, что дизельное топливо и запчасти стоят дорого. Ремонт сидения стоит 100 леев, если надо заварить. Пул вообще больших денег стоит, если делать как надо. Линолеум протирается постоянно, люди же ходят по нему целый день. Один метр линолеума стоит 700 леев, а здесь 4,5 метра. По данным властей, в муниципе Кишинев курсирует около 700 микроавтобусов, по давляющему большинству из которых уже более 15 лет. Недавно, напомним, администраторы некоторых маршрутов заявили, что намерены просить повышения стоимости поездки с 3 до 6 или даже 10 леев. Решение по этому вопросу будет принимать Кишиневский муниципальный совет, который устанавливает цены в столичном транспорте. Но ведь ситуацию изменить можно. Наглядный пример тому Аргеев. Общественный транспорт здесь работает как часы. Новые микроавтобусы, вышкальные водители, строгий график, доступная цена и даже бесплатный проезд часы пик. И все довольны. Но почему там это сделать удалось, а в Кишиневе, сколько бы там не сменилось примаров, никак не получается. Другая больная для жителей столицы проблема – пешеходные переходы. Не знаю, как и чем на них наносит разметку, но стирается она после первого дождя. Ее и при дневном свете не видно, а ночью и подавно. Вот и становится этот участок дорожной инфраструктуры вместо самого безопасного местом самых частых ДТП. Не проходит дня, чтобы на пешеходном переходе не сбивали пешеходов. Конечно, причиной становится и нарушение водителей, и несоблюдение правил самими пешеходами. Но и далеко не в последнюю очередь не обустроенные переходы. И опять же, в Аргееве этой проблеме нашли решение. Уже сейчас в муниципе 10 уникальных, а главное, по-настоящему безопасных зебр, специальное освещение над которыми привлекает внимание водителей и помогает пешеходам уверенно переходить дорогу в темное время суток. Установка системы освещения пешеходных переходов единственной во всей Молдове стартовала здесь в 2018 году по инициативе бывшего премара Аргеева, ныне депутата Илона Шора. До конца 2020-го в Аргееве модернизируют все пешеходные переходы. Пешеход имеет право, пешеход обязан и так далее. Скучные и порой настолько запутанные фразы свода правил дорожного движения чаще отталкивают вместо того, чтобы заинтересовывать. Однако все куда проще, если за дело берется папа-полицейский. Он и правила знает на зубок и может доступно объяснить, чего ни в коем случае нельзя делать на проезжей части. Лилиан Стегереску именно такой отец. У него двое сыновей, которых в свободное время он заботливо обучает правилам дорожного движения. А потом легко может объяснить другим маленьким пешеходам Аргеева, как вести себя на дороге. Если мы видим учеников или других пешеходов, проходящих нерегулируемый участок проезжей части, в первую очередь обращаем на них внимание, объясняем, как правильно переходить проезжую часть и что может случиться, если правила будут нарушены. За такие нарушения предусмотрены штрафы. И вправду, если пешеход проигнорировал замечания полицейского, его ждет штраф от 300 до 450 леев. Большее внимание в этот день уделили пешеходам возле учебных заведений. Горожане такой шаг восприняли положительно и добавили, что лучше еще раз напомнить о правилах, чем бороться с последствиями их нарушений. Очень полезно, мы очень довольны этими. У нас есть дети, мы волнуемся за ними. Ну, я думаю, что это очень хорошо. Для детей это здорово просто. Конечно, полезно. Для детей большинство, потому что они бегают туда-сюда, не соблюдают правила, не смотрят на светофоры. Так что я считаю, что это нормально. Операция «Пешеход» продлится до 20 февраля. Полицейские надеются, что кампания по спасению жизни и предотвращению дорожно-транспортных происшествий пройдет успешно. Мы хотим достучаться до людей, чтобы они знали и понимали, что когда они переходят дорогу по пешеходному переходу, они должны быть уверены в безопасности. А если нет, тогда они подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь водителей. Специальные операции, рейды кампаний со стороны полицейских и необходимые изменения дорожной инфраструктуры силами руководство муниципия доказывают. Аргеев – один из самых безопасных городов Молдовы. Здесь уникальные яркие пешеходные переходы с подсветкой, качественная дорожная разметка, которую обновляют несколько раз в год. К тому же, в прошлом году здесь установили современные светофоры, которые, по словам полицейских, не только помогают регулировать движение, но и обеспечивают дополнительную безопасность водителям и пешеходам. На этой неделе в Молдове простились с легендой молдавской журналистики Маргаритой Цвик. В нашей стране ее знали и любили очень многие. И она очень любила людей. Ее большое доброе сердце живо откликалось на любое обращение за помощью. А сколько поколений журналистов получили путевку в профессию именно благодаря ей. Особый, уникальный, яркий человек так называли ее те, кто пришел с ней попрощаться. Во вторник, 21 января Маргарита Цвик была похоронена на центральном кладбище столицы. Проводить последний путь легенду молдавской журналистики пришли коллеги по цеху, многочисленные ученики, друзья и те, кому она не раз помогала, не требуя ничего взамен. Когда у меня были проблемы, я приходил к ней за советом, как и что делать. Она была необычайно хорошим человеком с хорошим добрым сердцем. Это боль не только для семьи, но и для многих людей Республики Молдова, потому что она была хорошим учителем и великим человеком. Это человек, который был близок даже тем, которые его не знали. Она в памяти, да, наверное, и в истории страны останется светлым человеком, который строил и создавал. Вот она созидатель. Боль утраты тяжелее всего переживают родные. Она ушла, ушла моя жизнь тоже, пустой стала. Но вы сами знаете, что она была за человек светлый, любящий всех, добро, никогда никого не предавшая и никогда никому не сделавшая хоть малейшей подлости. Попрощаться с Маргаритой Цвик пришли и видные политики страны. Она была профессионалом высшей категории и она наряду с несколькими другими представителями средств массовой информации стояла у истоков основания и формирования независимой журналистики в Республике Молдова. Таких профессионалов просто в нашей стране к сожалению я не наблюдаю. Креативные идеи Маргариты Цвик рождали новые телевизионные тенденции. Передачи, которые она создавала и вела, вписаны в историю Молдавского ТВ. Интервью после назначения «Вектор», «Ракурс», «Дипломатическая гостиная». Много лет своей жизни журналист посвятила национальному телевидению, где воспитала многие поколения журналистов, а героями ее передач были самые известные и значимые личности. В конце она создала новый телеканал НИД, который быстро стал одним из лучших телеканалов Молдовы. Затем Маргарита Цвик руководила информационным агентством новости Молдова. У нее была насыщенная, богатая событиями жизнь. Казалось, что все ее знают и она знакома со всеми журналистами, художниками, политиками, государственными деятелями, гражданскими активистами. И не только в нашей стране, но и за ее пределами. Маргарита Цвик ушла из жизни 19 января 2020 года и была похоронена на центральном кладбище на улице Армянской в столице. Такой была минувшая неделя и таковы основные события политической, экономической и социальной жизни уходящих семи дней. Спасибо, что этот час провели вместе с нами. В студии была Олеся Коряк. Удачных вам оставшихся выходных и не забывайте следить за еженедельными итогами важнейших событий на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин